Могу поспорить, что, отправляясь в путешествие, вы даже не подозреваете, сколько всего можете упустить. Упустить, выбирая лишь протоптанные дороги, так и не узнав, что любая страна – это не только шумные мегаполисы и популярные курорты, а также – это дикая природа, которая таит в себе столько чудес, тайн и открытий. Путешествие на контрасте – это, пожалуй, лучшее, что вы можете себе подарить. И я очень хочу показать на собственном примере, как совместить привычное путешествие с полной перезагрузкой на дикой природе. На связи Анна Баринова. Рубрика «Ноны». И я очень люблю путешествовать. Но в какой-то момент мне и этого стало мало, и я пошла в горы. Я просто влюбилась в дикую природу, и это полностью перевернуло мою жизнь. Именно поэтому я захотела все это объединить и показать вам совершенно контрастный вид отдыха. Такой контрастный, как я сама. Одна страна, один человек, одна поездка. Мы покажем самые интересные места городов и самые дикие места природы. Сначала мы насладимся комфортом в городе. Ну а потом нас ждут совсем дикие условия и палатка в лучшем случае. Любое путешествие начинается с поселения. Размещение в альбой у вас не возникнет никаких проблем. На любой башню, на любой вкус, квартиры, хосты, отели. Но все-таки я вам очень советую найти аутентичную квартирку в самом центре города. Настоящего вовском стиле. Пойдемте, я вам ее покажу. А линдуя такую квартиру, мы как будто бы переносим с рпан и колбаса. А вид какой божественный. Ребятки мои, бродяги мои, я вам очень советую, если вы в Альбове и хотите каждой клеточкой своей кожи ощутить этот воский колорит, снимите квартиру, вот не поленитесь и найдите вот такую особенную квартиру. Вот с таким вот видом, чтобы утром, просыпаясь, посмотрели и думали. Дякую Тобе Боже, что я народился. Львов – это город, где каждый пятый студент. Это город музыки, фестивали, архитектуры, музеев. Львов – это город открытия. Первая керосиновая лампа, первый воздушный шар, первый отель в Украине были именно в этом городе. Одна из самых крупных коллекций оружия в Европе тоже здесь. Львов – это атмосферные дворики, вкусный кофе, живая музыка на улице, это наливки на каждом углу и всегда праздничное настроение. Приезжая во Львов, вы, конечно же, пойдете на площадь рынок. Поднимитесь на ратушу или на высокий замок, посетите арсенал музея оружия, просто погуляйте по старому городу, сфотографируйтесь возле оперного театра, но не забудьте подняться на смотровую площадку костела святой Ольги и Елизаветы. Этот костел – очень романтичное место, и не с простам, а потому что он был построен во имя людей. Император Австро-Венгрии Иосиф Первый построил в честь своей погибшей жены Елизаветы. Вот любили раньше мужчины, вот могли и любили, а сейчас мы как-то так, соусоры. В ресторане «Дом Легенд» тоже есть крыша с панорамным видом на город, где самый высокий памятник во Львове – памятник трубочисту. И припарковалась раритетная машина. Хоть, к сожалению, ресторан сейчас закрыт, но на крышу подняться пока что можно. Обалденная крыша. Это в «Доме Легенд». Нужно забраться на самый последний этаж. Самая высшая точка здесь – 298 метров. Особенного внимания стоит собор Святого Юра. Ведь это жемчужина украинского барокко, и он включен в список наследия ЮНЕСКО. В конце 19 века у ведущих архитекторов Львова возникла идея создать город-сад, где виллы были бы окружены пышными зелеными насаждениями. Так родился элитный район Костылевка. Прогуляйтесь по улицам генерала Чупринки, Коновальца, Котляревского – вы не найдете двух похожих вилл. Каждая уникальна и красива по-своему. Почему-то, когда люди приезжают в Львов, они ограничиваются только центром города, даже не подозревая, что немножко свернув и пройдя пару километров, можно найти настоящий клад для этого района Костылевка. Как я понимаю, это очень старый район, потому что здесь сохранились очень интересные постройки со своей историей. Тут очень интересные дома. Можно просто гулять, идти и заглядывая в окошки, балкончиками наслаждаясь настоящим Львовом. Поэтому гоу, гоу, смотрите. Тренер, не смотри, это все. Ну, я много хожу, я очень много хожу, скоро тоже буду видеть еще проще. Приезжайте на Костылевку, гуляйте, будет очень душевно. Субтитры сделал DimaTorzok Так что, гуляя по Костылевке, найдите эту кофейню и попросите, чтобы вам приготовили что-нибудь уникальное. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня уже скоро вместо комик будет кофе птичь, если честно. Дизельная карета еще не подана, нет? Халупы распустились. Дизельная карета еще не подана. Дизельная карета. 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 Доброе утро. Если бы, конечно, кто-то мне сказал пару лет назад, что я буду в каком виде рассекать по городу Львов, я вряд ли буду. Мы уже покинули Львов и перемещаемся в село Ворохту. Нам ехать 5 часов на поезде. Мы специально решили взять такой старый поезд, чтобы прочувствовать уже этот колорит и реально начать путешествие на контрасте. Дизельная карета. 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 И здесь выглядело. где-то лейтого и бездорожья. Мы все еще сражаемся с дорогой. Конечно, мы добрались в Зимброне. У нас, конечно, потрясло, но, как говорит мой папа, лучше хорошо ехать, чем плохо идти. Мы специально ничего не бронировали заранее, чтобы пройтись и выбрать домик, который нам по душе. Поэтому мы начинаем наше путешествие в поисках ночлега. В горах очень быстро меняется погода, мы уже переоделись, и нам удалось найти домик для ночлега. И мы будем жить у настоящей семьи. Не в отеле, нигде, а... Только они живут на самой вершине. И надо к ним добираться через такие вот приключения. Вот рюкзак тянет меня. Вот. Ну что, тренировка перед большим восхождением. Рюкзак меня просто чуть-чуть вредит в земле и перед душой. Я вообще в порядке, спасибо зарядке. Так, тебя отпустить? Нет. Ты не поднимешь меня, рюкзак очень тяжелый. Все, а теперь идем кушать. А нам, тем временем, пока мы сюда шли, уже накрыли стол. И снова варенички. Мы в них не можем никуда деться просто. А, и сырочек. Очень вкусные. Мой вид, конечно, тут самое вкусное и красивое. Это называется природа. И нет ничего в этом постыдного. У моего оператора просто он... Это массаж. Массаж от козочки. Ну все, все, ладно, ладно. Я тебе понравилась, да? Будем стирать всю одежду. Да, руки помню. Что-то помню. Дземброня – это самое высокогорное село Украины. И это идеальное место, чтобы сбежать от шумного города и насладиться тишиной, свежим воздухом, от которого постоянно хочется спать. Тут вдохновлялась Лиса Украинка и Сергей Паранжанов, который снял фильм «Тени забытых предков». Тут еще сохранилась эта самобытная культура и традиции, и тебя не покидая чувство, что ты телепортировался на сто лет назад. Ну и отсюда стартуют пешеходные маршруты в горы, которые так и манят туристов. Идешь и не можешь надышаться этим воздухом. Я не знаю, я буду сегодня спать просто как убитая. Я так соскучилась по этому обвинению от воздуха, потому что я прям… Это кайф! Я хочу попить портное молочко, которое уже собрана и надоело. Чтоб спалось еще слаще. Хотя куда уже слаще. В общем, бродяжки мои, спокойная ночь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Вероне есть монастырь, и он возвышается над всем селом. Поэтому сюда нужно обязательно подняться из-за такого панорамного вида. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Вероне есть монастырь, и он возвышается над всем селом. Доброе утро, бродяги! Мы уже наконец-то сегодня выходим в поход на Поп-Иван, и нам нужно собрать рюкзак. И мы расскажем, что мы берем с собой максимально быстро. Нам понадобится сам рюкзак, естественно. Нам понадобится спальный мешок, палатка, газовая горелка и баллон газа, каремат, куртка на случай дождя, лучше, конечно, с мембраной, пару штанишек, трусишки, пару носочков, баф, очки с высокой степенью защиты, сублиматы, ложка с вилкой, аптечка, трекинговые палки, ну и термос, который я забыла дома, горные кроссовки или ботинки. А лучше для пары на всякий случай. Ну и хорошее настроение и жажда к приключениям. Наша первая точка на пути к Поп-Ивану – это Демпромские водопады. Нам идти 2 часа 44 минуты. Туристов в Манейре не столько похода, сколько привала. Наш первый привал, кстати. Ну вот где еще можно такой найти колорит? Ну вот где? Скажите мне. Шли-шли, надыбали молочную хату, яйца, купили молоко. Ну вот где-то, яйца, 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 яйца. Ну вот где-то. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я не чувствую своих ног, но это та стука. Если вы не такой отчаянный человек, как я, обязательно подвините сюда. Мы уже 5 часов в пути. В принципе, тропа вообще несложна. Но в связи с тем, что солнце так шкварит, то, конечно, это немножко усложняет поход. Идем дальше. Впереди ушастый камень, а за ним уже поп-эван. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Очередной привал. И вот уже поп-эван виден нам издалека. Полтора часа, и мы уже там. Тут случай, когда и зима, и лето одновременно. Снег, солнце, я доедаю сыр, леп, домашний. Субтитры сделал DimaTorzok Я не зря выбрала именно поп-эван, потому что я считаю, это один из самых красивейших маршрутов в Карпатах. И тут не так уж много туристов, что дает теперь ощущение такого приятного одиночества в горах. Теперь мы идем искать место для паваточки нашей, потому что хочется уже спатоньки и кушатки. Аня, ты палатку идешь ставить? Я уже надоел от тебя ждать. Просто дорогой утомительный был подъемчик и спуск. Мы прошли 18 километров. Да? Да. Сейчас я буду ставить палатку. ПЕСНЯ ПОЧТИ НА ГРАНИЦЕ С РУМЫНИЯ Черт и где? С палаткой. Это так кайфово на самом деле. Это такая перезагрузка. И для меня такое время бесценно, когда я могу вырваться от своего привычного темпа жизни. И просто насладиться всем тем, что вот сейчас окружает нас. Да, пусть мухи летают, пусть мы устали, пусть у нас ноги болят, пусть мы не подготовились, не все взяли, что хотели. Короче, это все не важно, потому что важнее то, что мы прошли этот путь, что мы испытали, что сейчас мы здесь. И, блин, это круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алло, такси? Да. Ехать? Ну, километров так мы стоим 20 от Румынии, от границы с Румынией, да, в сторону горы Попыван. Тут еще источник протекает. Да, все верно, тут желтые цветочки, да, мы тут. Ехать в город Киев, Татарская, 8, да. Ну, хоть тройной тариф, да, хорошо. Ждем вас, да, спасибо, встанем. Ну что, бродяги мои, к сожалению, наше путешествие подходит к концу, и нам нужно ехать домой. Но совсем скоро нас ждут еще более контрастные приключения, поэтому оставайтесь с нами. Вот, кстати, такси уже подъезжают. Пойдем, Саша. Пойдем, Саша. Пойдем, Саша.